так ну сколько можно топить флагманские устройства спросите вы для роликов я скажу сколько надо это гидроудар и так делать нельзя и смартфон еще живой напоминаю что все тесты все видео все остальное было сделано до того как я и над ним издевался таким образом микрофоны в ролике которые вы увидите не залиты смартфон не погиб если погиб то я в прикрепе напишу что нехорошо ему и он умер после утопления вроде бы не умер смотрим всем привет вы на канале польза нет меня зовут сани здесь только быстро обзоры долгие стримы сегодня вопреки всему несмотря ни на что мы с вами будем обозревать viva x 90 pro x 90 pro x 90 pro плюс и даже viva fold x плюс уже был у меня на канале и это фактически конец вива вской эпопеи на ближайшие наверное недели три потому что ничего новенького у них пока не вышло если говорить об этом смартфоне как вы уже в начале видели он нереально крутой не боится влаги ip68 к разумеется никаких гидроударов не нужно делать но воды он не боится снимает он классно вы в этом убедитесь я сегодня его буду сравнивать не с чем-то а с лучшим смартфоном по версии очень большого количества различных изданий это с айфоном 14 pro max по видеосъемке по фото плюс минус тоже маленькие сравнения будут опять же вы просто увидите фотографии и исходники этих фотографий свива x 90 pro плюс из яблока будут в моей личной телеге если говорить о синтетике все плохо с одной стороны я должен самом начале вам рассказывать как он выбивает больше одного миллиона 100 тысяч баллов в antutu 1 миллион 159 тысяч с другой стороны я должен сказать что в 3d марки он к сожалению не смог ничего пройти без применения холодильника и как мне сказали ну нормально это лабораторные условия это единственный смартфон у которого я увидел надпись не только слишком он горячий но и слишком холодный для зарядки если говорить об экране он классный минимальный шим если говорить о его возможностях в играх можете посмотреть на лайв канале уже выгружена запись как где я час его гонял в твиче одновременно играл в апексе если говорить об эргономике всем остальном это супер классный смартфон это единственный смарт который над пропастью мне вообще не страшно нигде вертеть вы увидите это в ролике вы его просто не выроните если у вас не там не случится ничего с рукой плотность пикселей я считаю практически идеальные 450 с копейками ppi это класс это можно и читать и потреблять контент автономность под 10 часов это круто но определенные моменты которые возможно вам не понравятся будут освещены в ролике в конце в резюмирую скажу мое отношение к данному смартфону к сожалению к сожалению я сегодня могу вот прямо перед началом ролика вам сказать что в плане программного обеспечения биво начала сдавать позиции но об этом вы узнаете чуть чуть позже смотрим основная камера 4к 60fps и здесь мы сразу видим у кого-то crop правда viva вот так будет снимать 14 pro max так будет снимать на основную камеру в 4к 60fps при включенной стабилизации viva x90 про стабильная стабилизация стандартная здесь и к слову почему я начинаю с камер многие скажут александр смартфон он не для съемки многие покупают его просто звонить другие скажут смартфон не для игр никаких суперских игр на нем нет 3 скажут а зачем тебе защита от влаги ведь по большому счету ты не собираешься с ним куда-то там прыгать в прорубь либо ходить под дождем допустим у кого-то машина есть но тогда и незачем рассматривать такие смартфоны у которых половина стоимости это камеры а вторая половина стоимости практически вторая половина стоимости это защита от влаги и вот эти все супер технологии потому что экраны не так и дорого стоят вот так будут данные условия обстановки отражаться на съемке в 4к 60fps для максимально топовых двух флагманов исходники вполне возможно я скину в свою личную телегу может быть не буду но вот мне нравится как снимает и тот и другой аппарат чтобы вы понимали как работают микрофоны вы слышите усиление голоса на viva я буду ставить в ролике в примерах сейчас не буду включать потому что она мне не нравится считаю что с усилением голоса viva работает еще хуже микрофона чем без него и вот он ультра ширик только 1080p 30fps на viva и 4к 60fps на айфоне видно много видно хорошо насколько хороши ультраширики кому они нужны можете оценивать по мне ультраширик довольно такая странная штуковина для подобного вида съемки придуманы вот такие аппараты гоупрохе которые к слову работают по 2 год уже в минус но делают обалденные девайсы смотрим фронталку у viva фронталка максимум 1080p 60fps у яблоко 4к 60fps и почему опять же эти сравнения да посмотрите цену на viva в глобалке x90 про в глобальной версии и на яблоко и вы поймете откуда такие сравнения даже если не в глобальной версии смотреть то это не из дешевых смартфонов однозначно насколько хорошо отслеживает глаза насколько хорошо пишет звук смартфон тот и другой вы сейчас видите опять же вам возможно фронталка не нужна возможно вообще камера не нужны но тогда вам будет интересен обзор дальше плюс в резюмирую послушайте мои мысли потому что еще раз повторяюсь у его очень много недостатков которых раньше не было смотрим а 60fps съемка с двух рук и вот так вы сможете снимать с айфона и viva против солнца целый неплохо и на один и на второй смартфон но по мне яблоко лучше справляется он 4k 60fps на viva 1080p 60fps без усиления голоса у viva но мне не нравятся примером вы видели уже море вот так они будут снимать тех же условиях что основных камер и ультра ширик 1080p 30fps максимум на вивовской камере и на айфоне разумеется 4k 60fps съемка против солнца максимальный охват сравниваем стабилизацию или ее отсутствие сравниваем картинку и понимаем почему яблоко оказалось лучшим смартфоном 2022 года также принципе как и 21 не потому что у него больше всего мегапикселей можно за него топить не топить ну вот таких моментов как допустим наличие фронталки топовые путь про ширика и всего остального ну и конечно конкурентов хотя фото еще раз повторяюсь на виллу волшебный получать но 4k 60fps и я бы сказал это момент истины почему потому что у меня такое устойчивое впечатление что если бы не стабилизация вы бы могли сказать что viva даже лучше снимают то есть если мы встанем посмотрите на вывеску и до viva вытягивает из освещенных объектов больше информации чем яблоко при том что натуральные цвета у его вот он сценарий использования при котором viva разрывает яблочко можно сказать издали издали когда мы снимаем сильно с одной стороны другой стороны давайте посмотрим на объект с объектом видите blur какой у viva яблоко тоже blur но все равно объекты позади намного лучше различимы на айфоне интересные дела ну вот так выбирайте под свой сценарий использование свой smart к 60fps немного сравнения фестиваля на вива дымка на айфоне дымку не вижу на вива как работает стату все остальное видите вы справляются шумодав безумно ну что же безумно противные локации 4k 60fps ночь море диодов просто бешеное количество я вам скажу что вива если не считать стаба вот если встать и допустим делаем мы фото справляется значительно лучше видите как айфон ловит пересветы другой стороны только мы начинаем идти и поплыла душа в рай ничего у нас нормально не ловится распаковка поставляется viva x90 pro в черной тактильно приятной коробке на упаковке есть название моделей и краткая характеристика основных параметров а также логотип цейс пакинг отличный в комплекте мы имеем ключ для извлечения слота по 2 наносим-карты ко всему можно еще завести и sim сам смартфон краткую информацию силиконовый чехол кабель с юсби си на юсби си и блок питания на 120 бодрых ватт слот прорезиненный на две сим-карты весят смартфон без чехла 214 грабмов а габариты 164 на 74 на 9,3 миллиметра розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны разумеется постоянно это пять ми бэндов 7 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео не забудьте подписаться с колоколом и подписаться на телеграм-канал скидок там очень много полезного и не только на али но и в местном ритейле телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал где скидываю результаты тестов и обсуждаю с вами что еще купить для обзоров лично перейдем же к смартфону поставляется данный девайс в черные красные расцветки тыльная часть выполнена стандартно для этой линейки из эко кожи рамка алюминиевая дизайн x90 pro от просто x90 или x90 pro plus не отличается к слову на них у меня уже обзоры разумеется были на канале несмотря на это смартфон выглядит очень даже привлекательно сборка хорошая как и качество материалов корпус не марки лежит x90 pro в руке с чехлом удобно над пропастью его держать без страха можно не вылетит но смартфон не маленький пользоваться им одной рукой не всегда и всем будет удобно женской руке наверное нет на корпусе расположена кнопка питания качели регулировкой громкости разъем юсб тайп си версии от г 3.2 ген 1 и это прям очень круто что очень хорошо для отправки особенно видеофайлов с большим весом по кабелю далее есть микрофоны стереодинамики звучание хай-фай класса она здесь отличная мне она здесь понравилось но вот нету здесь никакого эквалайзера встроенного кастомного миниджека нет эко порт в наличии вибромоторчик тактильно приятный и он еще и настраиваемый смартфон имеет водонепроницаемость класса ip68 начале ролика вы ее уже могли наблюдать но напоминаю что тесты утопления делаю только после того как я весь обзор запилил почему потому что iphone 14 про мной был утоплен в при старте продаж а подсъема не было и я его в экстремальной обстановке ночью ремонтировал чтобы сделать обзор а теперь как ученые всегда топлю смартфоны после того как сделаю все тесты смартфон справляется с тестом без проблем с водой но опять же вот таких гидроударов делать не надо дождик не боится в бассейн не бросаем смартфон оснащен amoled дисплеем из иллюминисцентного материала q9 на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей можно включить также разрешение 2400 на 1080 пикселей аккумулятор будет есть меньше но и четкостью у картинки будет тоже меньше технологии hdr 10 плюс и 4 сертификации sgs на борту соотношение сторон 20 к 9 контрастность 8 миллионов к одному плотность пикселей 452 пипи с неплохим запасом пиковая яркость 1300 не да не особо много но в целом на ярком солнце достаточно хотелось бы хотя бы 1500 1600 но в солнечный день при прямом попадании света на экран яркости в принципе хватает пользоваться смартфоном можно без проблем но запаса нет частота обновления экрана максимум 120 герц авторежим на борту но работает он неисправно лично у меня тест на частоту дискретизация касания вы можете наблюдать на экране результат не худший но и не лучший я бы даже сказал он хуже среднего частота регулировки шима 2160 герц показатели шима вы можете наблюдать на экране результат очень хороший это прям очень радует как это что глаза от экрана не устают допустим на fold плюс на которой недавно у меня был обзор от viva внутренний экран шимил так что у людей у которых чувствительны глаза к шиму они будут просто вытекать автояркость отрабатывает быстро и корректно как и датчик цветовой температуры always on display в наличии мультитач конечно же есть и берет все 10 пальцев одновременно разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в экран и распознавание лица сканер отпечатков пальцев у меня вообще не работает что fl есть возможность все это дело настраивать но я рассматриваю смартфоны в стойке смартфон продается не первый месяц если они в прошивке до такой степени до химичили что у про версии не работает сканер отпечатков пальцев ну камень это тогда в их сторону пусть они его и ловят потому что сами пользователи не должны химичить чтобы иметь возможность завести просто сканер отпечатков пальцев лицо можно завести по биометрии лица спокойно смартфон разблокируется можно заводить до двух лиц в прошлых моделях подобных проблем я не обнаруживал со сканером отпечатков пальцев только в относительно новом вивы x-fold плюсик слова обзор на вивы x90 про плюсы вивы x fold плюс x90 все на канале можете посмотреть нижние верхние рамки симметрично они практически незаметные во время использования смартфона цветопередача хорошей яркости в целом достаточно показатели шима в пределах нормы процессор установлен mediatek dimensity 92 2 0 стих процессом 4 нанометра с восьми ядрами максимальная частота которого 3,05 гигагерца графический процессор молит g715 immortals mc11 также установлен стандартный чип viva v2 для обработки изображения куда же без него и axdr engine движок система охлаждения с паровой камерой не справляется по мне она со своей задачей смартфон постоянно у меня перегревался операционная система origin 13 на базе андроида 13 версии русский язык на борту перевод неплохой шрифт можно менять так что не ужасайтесь оперативная память lp ddr5x и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт внутренняя памятью fs 40 и на выбор 256 и 512 гигабайт я бы сказал так что по моим тестам здесь и fs31 потому что в сторож тесте он показывает результаты для fs31 не знаю чем это связано но пока так имеется поддержка вай фая 6 версии поддержка 5g сетей которая не особо для нас актуально но хорошо что она есть но мне уже пришло оповещение об отсутствии доступа к 5g сетям потому что я не использую смартфон на территории материкового китая все пруфы все диалоги по поводу того что происходит с брендом бибике его смартфонами китайских версий в телеграм-канале моем личном по ссылке в описании для 4g band 7 20 на борту связь смартфон ловит у меня отлично звучание во время разговора хорошая микрофон и как и датчик приближения меня никак не подводили есть запись звонков без уведомления собеседника начале записи bluetooth версии 5 и 3 последние на все разумеется поддерживается можно устанавливать мир п и оплачивать покупки на все модулям все пока что работает gps показывает точность 1 метр емкость аккумулятора 4870 миллиампер часов писем арки выдал 9 часов 38 минут тест я проводил при 120 герцах на максимальной яркости смартфон поддерживает быструю зарядку на 120 ватт и беспроводную на 50 ватт а также реверсивную зарядку по моим тестам за 7 минут он заряжается с нуля на 16 процентов за 10 на 25 за 19 на 56 процентов и за 37 минут он у меня полностью заряжался перейдем же к тестам троттлинг тест проходит он неплохо результаты вы видите разумеется на 100 потоков при 30 минутах и все неплохо еще раз повторяюсь для этого процессора в гиг бенче пятом в сингл кори 1425 мульти кори 4356 не скажу что он звезд с неба хватает но неплохие результаты как он прошел 3d mark вы видите оглашать не буду почему потому что магия в том что кроме вайл лайф слингшота и slingshot extreme он все остальное проходил только в морозилке противном случае он просто перегревался и говорил что дальше проходить он тест не будет в antutu он выдал неплохой результат в один миллион сто пятьдесят пять тысяч баллов storage тест показал скромные 64000 это точно не fs 40 и fs 40 будет выбивать у вас 120 тысяч либо у них процессор просто до такой степени душит этот показатель но что есть то есть 45 минутный стресс-тест прошел плохо и только в морозилке результаты вы можете наблюдать на экране это единственный смартфон у которого я видел что у него слишком высокая температура единственный смартфон у которого я видел надпись что у него слишком низкая температура результаты тестовый искусственного интеллекта 1 миллион девятьсот тридцать тысяч не космос но хорошо перейдем же к камерам основной блок стильной части состоит из трех сенсоров и тройной лет вспышки над камерами viva работали совместно с сейс блок камер покрыт стеклом c ст основной дюймовый сенсор sony imx 989 на 50 мегапикселей помним что это не реальный дюймов широкоугольный сенсор imx 663 на 12 мегапикселей с углом обзоров скромные 108 градусов и портретный сенсор sony imx 758 на 50 мегапикселей оптическая стабилизация на борту как и цифровая лазерная фокусировка в наличии как оптический зум запись видео доступна в максимальном разрешении 8к 24 fps 4к 60 fps также на борту а 120 fps разумеется отсутствует это плохо в стоке на смартфоне огромное количество режимов вспомогательных функций улучшенные алгоритмы и тому подобное что стандартно для смартфонов viva в этой ценовой категории к примеру есть astro режим с технологией adp super night focus есть возможность установить нулевую задержку hdr режим pro режим панорама портреты c с кинематографический стиль эффект миниатюры и так далее фронтальный сенсор с 5к g d1 на 32 мегапикселя находится в верхней части экрана по центру максимальное разрешение для съемки у него 1080p 60 fps короткие примеры вы сейчас как всегда увидите 4к 60 fps ночью биво x90 pro съемка с одной руки мы это снимаем 1080 30 fps ночью съемка с одной руки 4к 60 fps основная камера максимально неприятные условия для съемки много диодовых огней я бы сказал что смартфон справляется прямо очень-очень круто ваше мнение как 4к 60 fps основная камера ночь и вот так все это будет выглядеть с иксом 10 неплохо кстати хорошо снимает для ночи понятно что шумов море но по мне снимает хорошо совсем немного фронталки роллинг шаттер дисмест отсутствует вроде вроде там может быть и есть чуть-чуть надо будет смотреть на большом экране вообще фронталка хорошо снимает хотя разрешение мало 4к 60 fps став включен и вот так вы сможете снимать на окружающую действительность лучах заходящего солнца разумеется фронталка так не делает можно и машину зацепить и кого-нибудь зацепить и шлем надеваем как всегда вот так фронталка работает 4к 60 fps альтернативная съемка концерта разумеется здесь максимально все громко но посмотрим как микрофоны справляются слышно ли меня или слышно эти колонки 3к 60 fps основная камера торговый центр наверное чуть ли не самое популярное место для съемки различных родов видео тик токов да и в принципе прогулок и семейных тоже и вот так вы сможете снимать 4к 60 fps если вам это будет нужно тц вечер неприятная лампа и много маленьких объектов 3к 60 fps ночь улица фонари никаких аптек только очень сильно раздражающие источники освещения неоновые вывески и поток с включенными фарами насколько хорошо все это дело справляется решать вам по мне еще раз повторяюсь viva если не сравнивать ни с чем просто отличный смартфон в очень многих моментах обожаю съемки в магазинах нужно всегда поставить на паузу посмотреть что продается от 1 а 2 разумеется решить для себя насколько хорошо или плохо снимает камера когда ты это делаешь в режиме реального времени вот так еще немного дневной 4к 60 fps съемки и вот так рядом с объектами допустим захотели поснимать что-то маленькое потом пейзаж потом опять макросъемка какая-нибудь хорошо не супер быстро но она супер быстро и не нужно по идее правильно по идее не нужно песок виден тень видно горизонт почти вытягивает потому что я там вижу здание и горы вы их не видите к сожалению но если приблизить легкий очерт очертания видны в x10 напоминает 4к 60 fps классно снимают минусы нет возможность ставить micro sd что неудивительно смартфон перегревается по мне это неудачный процессор есть проблема со сканером отпечатков пальцев нереально плохо почему потому что смартфон не из дешевых продается не первый месяц и такие проблемы здесь быть не должны и моя проблема не единична посмотрите форму это у всех так нет миниджека и фронтальный сенсор я также отнесу к минусам плюс к минусам я отнесу то что вы видели что в некоторых сценариях использования он конкретно проигрывает яблоку которую не назовешь эталоном по съемке в разных сценариях использования цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео если промо кода смотрите в моем телеграм канале также по ссылке в прикрепленном комментарии не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи мой личный телеграм-канал и подписаться на этот канал с колоколом написать в комментариях чтобы вы еще хотели увидеть на обзор 4к 60 fps основная камера и это viva x90 pro могу ли я его советовать я могу советовать наверное только глобальную версию почему потому что постарайтесь понять мою мысль вот смотрите у нас есть viva x90 pro это классный смартфон у него есть определенные недостатки сегодня то есть на данный момент вы можете посмотреть форумы проблемы со сканером отпечатков пальцев у меня она тоже есть второй момент это всплывашка по поводу отсутствию возможности работать 5g если раньше она нас не напрягала сейчас после блокировок риме иван класса а так как все это концерн бибики и киау брилли ван класс viva его по-то китайским версиям смартфонов уже начинаешь относиться из-за разряда а стоит ли рисковать так вот если стоит рисковать то мы смотрим на глобальную версию viva x90 pro и сравниваем по цене самсунгом с 23 допустим ультра по цене с яблоком и сяоми уже куда-то в облако улетела здесь уже идут предпочтения насколько вам нравится оболочка насколько вам нравится смартфон здесь есть все и защита от влаги и классный экран пусть не за 500 пикай как у некоторых но все равно классный да здесь убогая фронталка и это минус реально для многих да здесь проблемы сейчас еще раз повторяю с датчиком сканер отпечатка пальцев но viva плохого в принципе никогда не делал вот сейчас выход я пишу на него если вы решитесь приобретать подобный флагман он не дешевый смотрите вариант глобальной версии почему потому что еще раз повторяюсь когда у тебя есть утрировано 1000 долларов и ты ее не в кредит эту железку будешь брать заплатить еще плюс-минус 100 долларов 150 это не такая проблема как отправлять какой-то девайс как вам классы сейчас делают в москву в сервис-центр надеяться что там с ним ничего не произойдет и при пересылке том тоже получать этот девайс радоваться что у тебя нет всплывашки понимать что ты этот девайс уже будешь продавать с проблемами потому что все знают о проблемах бебетей и неизвестно что завтра они придумывают и наверное мораль такова что железка классная мне понравилось мне не понравился процессор потому что они на этом сэкономили если бы они сюда ген-2 запихали либо ген плюс один ну было бы хоть что-то то что они сюда запихали деменцию ну gps у нас один метр и чего и вот это вот все плюсы минусы плюсы минусы плюсы минусы купили хорошо не купили еще лучше viva очень классные девайсы может быть следующей версии у них не будет подобных проблем но еще раз повторяюсь два месяца уже даже больше этот смартфон пользуются популярностью его покупают и проблемы с сканером отпечатков пальцев но это ни в какие ворота не лезет это уже не премиальный подход вообще не премиальный понятно вы сейчас мне напишите что у каких-то брендов это было но сам все ульты 23 этого не было в яблоках последних когда их покупают покупаю уже три года последний 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 сразу на старте этого не было у viva в премиальном сегменте фолди плюсе и в 90 про это есть решать всегда вам пишите ваше отношение к данному смартфону мне еще раз повторяюсь он безумно понравился советовать не могу в глобальной версии могу но только если вы согласны на деменцию девайсу не моё ну да добра и удачи вам дорогие друзья